Рыбакит ТВ. Папа рисует. Привет, друзья! Вы на канале Рыбакит. Меня зовут Ваня. И сейчас буду рисовать волка из Нупагадипа. Сначала нарисуем с помощью простого карандаша самого волка. И будем рисовать портрет. Мы будем рисовать его простым карандашом для того, чтобы у тебя точно получилось. Мы нарисуем вот такой круг. Это голова волка. Голова волка. И прямо рисуй простым карандашом. Не сложно нарисовать. После этого мы нарисуем такой вот нос. Вот сюда. Вот отсюда. Вот сюда. Он похож, я бы сказал, на утку. На утку. И у него огромный нос. Вот такой нос. Это вот такая вот челюсть. Это морда. Наверное, морда волка. Довольно страшного. Большой он. С зубами. И нарисован потрясающе в те времена. Теперь нарисуем улыбку. Вот так вот. И он, конечно, улыбается. Он часто улыбается. Доходит до того, что он плачет после того, как что с ним заяц сделал. Смотри. Сначала круг. После этого вот этот нос. Большую такую морду. Носик сам по себе. Теперь улыбочку нарисуй. И уже почти все основное мы сделали. Теперь надо нарисовать два глаза. Глаза. Рисуй такие овальчики. Один овальчик. Второй овальчик. И, конечно же, рисуем зрачки. Раз зрачок. Два зрачок. Все. Здесь у нас бровки будут. И что еще? У нас уши. Уши вот сюда ухо идет. Ухо сюда идет. А второе ухо будет не видно. Но одно ухо достаточно. Пока что одно ухо нарисовали. Теперь прическа. Прическа у него менялась от серии к серии. В самой первой серии у него такая более простая прическа. А в остальных сериях у него такая вот пышная прическа. С такими вот хохолками. Я бы даже сказал хохолок какой-то такой. Но он здоровский парень. Здесь у него шапочка. И у него здесь такие вот волосы. Волосы я думаю, что у тебя получится. Особенно если Дуиго отлично рисует волосы. Я видел, как оно у нее получается. Хорошо. Вот такой волк получился. И шею. А здесь конечно же у него белый платок или желтый. И какие-то воротнички. И вообще он одевается очень-очень красиво. Волк у нас получился здоровский. Все что надо мы нарисовали. Два клыка нарисуем. Таких два клыка. У него зубы большие. Он хочет съесть зайца. У него дело такое. Съесть зайца. Ну зайц погоди. А достать никак его не может. Вот теперь-то. Когда мы нарисовали. Так надеюсь хорошо видно. Я вот так поменьше сделаю. Теперь вот так. Если кто-то не успевает. На ютубе будет продолжение. Вернее будет четко видно все. И можно поставить на паузу. Здесь может быть качество. Теперь смотри. Теперь мы маркером обведем. Обведем с глазок. Начнем. Раз глазик. Два глазик. После этого с бровки. И тоже обводим. Все вот так вот. Раз-раз-раз обвелить. Теперь сразу обведем. Наверное волосы. Волосы. Так сделай как-то. Они торчат. Может быть он вообще с ерошины часто ходит. Так что не важно как ты нарисовал. Или нарисовал волосы. Примерно. Они такие колючие у него. Вот ухо. Все это ты обводишь. Если не успеваешь. То ставь на паузу. Обводим нос. Как у собаки. Ну он собака. Мне кажется. Волк. Это такая большая собака. Или собака. Это волк. Так. Зубы. Здесь вот так. Вот так. И шею. И собственно уже все. Вот такой простой у нас рисунок. У волка получилось. Полностью волком рисовать. Я думаю довольно сложновато. Юному художнику. Но все таки мы простого хотя бы нарисовали. А раскрасим мы его масляной построим. Не масляной построим. Карандашами. Цветными карандашами. Я же забыл что мы все рисуем цветными карандашами. Для работы нам понадобится серый карандаш. Серый карандаш. И он у меня уже сточился. И мне нужно точилка. Сейчас я найду точилку. Потачу его. Очень часто приходится точить карандаши. Не переживайте. И с этим всегда можно справиться. С помощью точилки. И тем более 1 сентября на носу. Мы ждем его. У нас все готово. Если у вас готово. То отлично тоже. Потому что мы закупились. Мы идем в первый класс. Серый карандаш. Не сильно давя всего. И кстати можно простым карандашом закрашивать. Всего волка придется закрасить серым карандашом. Мой совет как закрашивать. Старайся не сильно давить. Но плавно. И вот туда-сюда вводить. Чтобы он не поднимался карандаш. А вот так растирать своим серым карандашом. Вот такой волк получат. Всю мордашку ему серым покрасим. И ухо. И шею. Вот так. Если это простой у тебя карандаш. То можешь это делать и простым карандашом тоже. Видишь. За один раз мы покрасили все. И я по второму разу могу его тоже покрасить. И я уже стер карандаш опять полностью. Мне его опять поточить надо. Так что если ты рисуешь карандашами. То научись их точить обязательно. Чтобы не звать всегда маму на помощь. А точить самому. И не дави сильно. Потому что они все-таки ломаются. Если сильно давить. Такой у нас волк получился. Мне он нравится. Немножко подкрашу еще сереньким. Кое-где. Чтобы он был потемнее, потемнее, потемнее. И вот он готов. Теперь я возьму желтый. Желтый. Покрасим ему красивый платочек. И красным его нарисуем. Красным рубаху. Он такой классный парень. Ходит он всегда ярко. Одет в яркую красную рубаху. То в синюю. И в общем красиво. Франк. Волк. Франк. Красим, красим, красим. Красим, красим, красим. Такая раскраска у нас получается. Все-таки не очень сложно раскрашивать. Я так думаю, что получится у тебя. Вау. Что еще у нас? Зеленая. Зеленая. Я вижу, что у него кепка зеленая. И покрасим ее зеленым. Я думаю, завтра или сегодня даже я увижу много-много волков. Как вы, ребята, рисуете волка. Берем тебе черный карандаш. И черного карандаша тоже придется рисовать много. Вот всю его хорошую прическу придется покрасить черный цвет. Красим, красим, красим. Все рисуем карандашами. Если у тебя есть масляная пастель, может раскрашивать любыми вещами. К маркерам тоже можно. Фломастерами немножко сложнее. Потому что серый фломастер не во всех наборах есть. А все-таки серый волк лучше серым рисовать. Волка все-таки серым рисовать. А не желтым и не синим. Вот так мы покрасили. Я могу еще подкрасить. Вот так чуть-чуть. Вот так. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Раз, 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 раз. Вот такой волк. Здесь еще так покрасить. Здесь я знаю, у него такие кружочки я вижу. И покрась, мелочь всякую сделай, чтобы твоя работа была закончена. Если у тебя осталось еще немножко времени и сил для рисования, то поточи еще раз черный крыль. Я хочу рисовать волка. Я уже рисовала волка. Спасибо большое. Если рисовал, то отлично. Я не говорю, что надо обязательно рисовать то, что я сегодня рисовал. Я прошу вас рисуйте и рисую сам. Я вам показываю свой пример, как я рисую. Совершенно не обязательно рисовать того героя, которого выбрал я из Союзмультфильма. Мы рисуем Союзмультфильма сегодня и завтра будем. И вы можете выбрать любой другой мультик. Можете рисовать 2-3 раза одного героя, потому что он вам нравится. Я знаю, что ребята так и делают. Многие рисуют по-разному. Делают и аппликацию, и рисунок. И скоро появится и пластилина. Вероятно, я завтра смогу из пластилина что-то слепить. У меня будет на это время. Вот такого волка я нарисовал для вас. Сегодня такой простой рисунок. Я постарался просто нарисовать, но все-таки показать, как я его рисую. Карандашом. Сначала круг. После этого морда, нос, два глаза, прическа. И после этого мы раскрасили и обвели маркером. Или фломастером. Спасибо всем, кто участвовал. Спасибо девочкам и мальчикам. Спасибо, кто уже рисовал волка и прислал мне его. Я рисую всех и рисую волка тоже. Приходите завтра. Обязательно с утра будет еще рисунок и будет завтра конкурс. Всего хорошего. Хорошего лета. Не теряйте его. Теряйте, не знаю, пять минут рисования всегда придаст какую-то радость. Того, что вы сделали какую-то красивую вещь сегодня. А не только смотрели мультики или только играли в Майнкрафт. К примеру, как мы с ребятами часто делаем. А потом они говорят, ну мы же хотим что-нибудь полезное сделать. И приходят рисуют со мной какой-то рисунок. И при этом они очень счастливы. Или вместе с мамой. Многие рисуют с мамой, с папой. Это очень радостно для меня смотреть. Хорошего вечера. До завтра. Мягкие деревянные карандаши Рыбакит Папа рисует. Плюс специальные уроки рисования внутри. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова